Сегодня в Центральной библиотеке города победители конкурса чтецов «Живая классика» вместе со взрослыми трудились над изготовлением копии легендарного Знамени Победы. Ровно в это время на Площади Победы волонтеры вручали горожанам георгиевские ленточки. О том, насколько бережно относятся к сохранению истории своей страны подрастающее поколение, репортаж Ирины Волокитиной. Еще немного и простой кусок ткани размера метр восемьдесят на восемьдесят превратится в настоящую реликвию. Остаться в стороне от всероссийской акции вахта памяти городские библиотекари не смогли и решили собственными силами изготовить копию знаменитого на весь мир Знамени. Для участия в изготовлении копии Знамени Победы мы пригласили победителей городского конкурса чтецов. Победители конкурса чтецов прошлого 2014 года, ученики старших и средних классов городских школ. Соня Зуева стихи не читала, но пришла сюда за компанию с товарищами. На первокласснице кадетская форма. Потому что мне нравился класс кадетов. Как маршируют. И форма красивая. То есть ты будущая защитница Родины? Да. И тебе, конечно же, очень интересно здесь наблюдать, как изготавливается флаг. Очень сильно. Легендарный стяг был поднят над Рейстагом в 1945 году. Спустя 70 лет символ Победы обретает вторую жизнь и станет украшением майских торжеств. А пока копия знаменитой реликвии будет храниться здесь, в городской библиотеке. Пылиться в запасниках или скромно стоять за полками копия легендарного знамени не будет. Одним юбилейным парадом дело тоже не ограничится, уверяют сотрудники библиотеки. Он не просто будет стоять где-то. Мы будем говорить о нем, обращаться к нему, вспоминать о нем. А это все направлено на то, чтобы воспитывать у ребят наши патриотические чувства. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идриско-Серковой дивизии олицетворяет собой не только важнейшую дату в истории нашей страны, но мужество, героизм, который проявляли солдаты на полях сражений, горячий патриотизм и нечеловеческую стойкость всего советского народа. Чувства, которые испытывали дети, изготавливая его копию, были особенными. Я испытываю большую гордость за то, что именно меня выбрали в участии делать это знамя. Такое чувство ответственности сильное. Очень трудно передать словами. «Мы помним, мы гордимся», говорили дети, рассматривая готовую работу. Вторя названию другой патриотической акции, которая в это же самое время проходила на площади Нако. Там была установлена палатка, которая стала штабом для молодых инициативных людей. Акция «Георгиевская ленточка» у нас стартует 22-го числа, 22-го апреля. Всероссийская акция, она по всей стране стартует. Участвуют в этой акции молодежные общественные организации, добровольческие отряды, ну и неравнодушная молодежь города. Сегодня волонтеры раздали более полутысячи георгиевских ленточек. Цель проста и понятна – сохранить память и вновь вызвать чувство гордости за своих предков, одержавших эту великую победу ровно 70 лет назад. Ещё раз напомнить о том, что все мы потомки настоящих героев. Конечно, мы это всё помним. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, Эдуард Захаров, Максим Ячин. Программа «Время местное».